Так, пора бы уже новый айфон себе намутить. Нормально, поднял 10 штук. Это сайт caseforkash.ru. Мгновенные выплаты и реальные призы, такие как айфон, клавиатуры и мышки. Также есть бесплатные кейсы, в которых можно выиграть до 2500 рублей. А также ты получишь сразу же денежный бонус на свой счет. Перейдя по ссылке в описании к ролику. Забери свой кэш, caseforkash.ru. В древности астероиды и кометы считались предвестниками несчастья и разрушений. Не безосновательно, надо сказать. А сегодня мы далеки от суеверия и считаем, что снять метеорит на камеру, это к миллиону просмотров на ютубе. Сегодня попробуем собрать лучшие метеориты, попавшие в объективы камер. Конечно, самый известный нашумевший метеорит последнего времени, известный всем нам, это Чебаркульский пришелец. Метеорит, приземлившийся в Челябинской области. Он прославился мощным общественным резонансом настолько, что челябинские предприниматели даже начали регистрировать торговые марки с упоминанием своего метеорита. Челябинский метеорит упал на Землю в феврале 2013 года, поразив ударной волной 6,5 тысяч квадратных километров, что, к примеру, в 2,5 раза больше Завокупной площади Москвы. Взрывная волна от метеорита выбила окна более чем 7 тысяч зданий. Осколками стекол ранило свыше 2000 человек. Экономический ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей. Самое удивительное в жизни, мне кажется, это пролететь рядом с метеоритом. Вы скажете, такое возможно только в фильме «Армагеддон». Но нет, скажу я вам, обычно метеориты при входе в атмосферу Земли попросту сгорают. А до Земли долетает в лучшем случае лишь маленький камешек. Как правило, для землян такой метеоритный дождь даже не заметен. И вот в 2012 году парашютисты из города Осло во время прыжка запечатлели невероятное. Один парашютист услышал странный звук, но не смог понять, что случилось. Сразу же после прыжка он посмотрел то, что наснимали его камеры и пришел в шок. Буквально в нескольких метрах от его тела пролетел метеорит, пусть и небольшого размера. Попади он в него, превратил бы парня в решеток. Яркая вспышка в небе над Таиландом была замечена в сентябре 2015 года. Заместитель директора Астрономического института Таиланда заявил, что этот шар мог быть и не метеоритом вовсе. Он также не исключил возможности, что это может быть космический мусор. Но судя по записям, все же я думаю это был метеорит и наверное не слабее Челябинского. Считается, что огненный шар был в 80-120 километрах над землей, когда его было видно из многих районов Таиланда. Небесный объект по предварительным данным не превышал в диаметре 1 метр и упал в лесистой местности на северо-западе штата Мэн в США. Яркий след, оставленный им в атмосфере, был виден также в штатах Нью-Йорк, Вермонг, Нью-Гемшир и даже в Канаде. В военно-морской обсерватории США в Вашингтоне заявили, что судя по яркости объекта, он был размером примерно с холодильник, когда вошел в атмосферу. И скорее всего он полностью сгорел в атмосфере. Тем не менее, музей минералов в штате Мэн объявил награду в 20 тысяч долларов тому, кто сможет найти кусочек метеорита весом не меньше килограмма. Пока никому не удалось. 8 ноября 2014 года в Техасе зрители рок-концерта на открытом воздухе стали свидетелями падения метеорита. По оценкам Национального аэрокосмического агентства США, его размеры составляли не менее 1,2 метра, а вес около двух тонн. Свет в небе видели даже жители Японии. Специалисты считают, что если бы метеорит не разрушился в атмосфере, а долетел бы до поверхности Земли, силы разрушений была бы в три раза больше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Ребят, пожалуй, по таким видео можно понять, что рано или поздно на нашу планету может упасть чуть больше метеорита и разнести уже половину нашей планеты. Но не дай бог, ставь лайк и метеорит не упадет на Землю. Субтитры сделал DimaTorzok